дорогие друзья добрый день еще раз 3 октября блогер из перми сотрудника гв опальные бессонности друзья мои но во многом же вот ситуация так как она разрешается помощи военного конфликта и так далее к сожалению она была обусловлена ну давайте так откровенно провальной политикой владеевича путина да к сожалению но конечно он остановил полную деградацию всех институтов после ельцина скажем так притормозил спадания в пропасть потому что фактически либеральные реформы бориса николаевича они вели к тому что государства как такового быть не должно было быть и кстати как вариант распада государства это была война в чечне как союзовский соглашение 96 году который подписал лебедь то есть фактически там замороженный статус субъекта составе россии ну и потом это распространялось фактически на все на все субъекты федерации то есть на месте россии должно было быть образование 20-30 государств уже даже историческую парадигму это писали помните москва тартария да вот фоменко для чего это все делалось что вода то есть да то есть совершенно иная в умах сознания граждан там они с одной стороны сорос а с другой стороны вот концепция москва тартария то есть ну помимо мы же все таки жили вот условиях парадигмам которую выстраивал там кто как преображенский карамзин хотя конечно история то не бесспорная помните пушкин писала государства российской истории карамзина что его история любовь самовласть и кнуту эпиграммы карамзина но тем не менее вот мы жили в рамках этой парадигмы исторической нам предлагали другую это вот москва тартария так далее то есть фактически сибирь это отдельное государство тартария там и так далее то есть нам бы выстроили но фактически но и сегодня фактически имея огромное огромное количество денег сохраняя либеральную концепцию владимир путин привел к тому что прям чему привел то есть фактически при помощи войны в ситуации ну во многом обусловленная вот такой политикой беззубой россии мы пришли к тому что но фактически он понимал что власти может удержаться только при помощи вот чрезвычайных мер я умеет чрезвычайных мер ну вот именно вот ведя в стране чечайное положение по факту то военное положение и так далее и тому подобное конечно нужно было останавливать движение нато на восток безусловно но это можно было сделать этим нужно заниматься дипломаты разведчики но разведка и дипломатия были фактически уничтожены в стране также как все другие странные институты поэтому поэтому что называется вариантов не было никаких да вот такая система управления разрушенная прохранительная система управления система нет кадрового корпуса образование разрушено судов но но все разрушено вот вот так вот такая система трудно даже назвать это можно сравнить с хаосом революции да я уже говорил вам что и брусилов и чапаев они тоже были генералами да ну брусилов закончил военную академию чапаев чапаев даже писать не умел поэтому ночью то же самое сегодня кадров генерал и сегодня здесь над тем но чем может командовать кадров но при глубочайшем уважении к нему очень-то много доброго сделал остановил братоубийственную войну там на кавказе страшно но чем можно управлять он что способен воевать в условиях современной ядерной войны ну я не думаю и так далее к сожалению вот так и к сожалению управлять он не может при помощи сложной паровой системы может только в условиях диктатуры диктатуры очень жесткой чему в общем то на самом деле мы пришли точку пришли к диктатуре я думаю что я думаю что дальше дальше будет на варианты диктатуры могут быть различные то есть там знаете мы помещаемся в пропасть и более того вот говорят что санкции начнут сказывать только вот с осенью вот сейчас начнут потому что плохо ли хорошо были какие-то запасы а сейчас санкции фактически начнут сказываться и и что дальше и как дальше и что опять ну плохо ли хорошо но как факт я объясняю что к сожалению выпуск столицы бумаги в россии на наладили только в 67 году ну да по разным причинам нам конечно нужно было быстро проводить цивилизацию готовиться к войне потом ядерная гонка все-все по и ну люди хотят жить качественно до потреблять качественный продукт совершенно другой уровень жизни хотят иметь тем более люди увидели мир и так далее не хотят ну но что поделаешь к сожалению нас поместили снова ситуацию диктатуры и ну сначала он ведь расправились они с либералами да прозападными либералами закрыли эго москвы закрылись и здание ну хорошо но тем не менее это направление есть в общественной жизни ее не надо зашать тюрьму их и так далее то есть она есть надо побеждать ему тультурально надо бороться при помощи интеллекта при помощи дискуссий а не при помощи психушек и тюрем хорошо дальше левые до левые там различного да это далее правые националисты и как дальше не так вот но люди же не хотят жить в условиях казармы и условиях такой примитивной диктатуры вот брежнев проспал политическую реформу да ему предлагали что за конституции 77 года кстати и хрущев эту идею вынашивал до многопартийная система и многопартийная система и выборы кстати там даже там накануне до смерти еще в семьдесят девятом году были внесены изменения что в связи в 8 втором что юно-прибрежневе что субъектами избираться могут представители трудовых коллективов то есть не партии там партий на не было а прообразы были вот вот так ну вот вот так вот мы живем и как дальше откуда он развернет ну невозможно управлять огромной страной с такой культурой при помощи только что называется вот диктатуры и все казармы ну а по-другому сошли не в состоянии потому что управлять потому что нужно давать людям качественную новую экономику повышение уровня жизни выборы и тюльтальную дискуссию ничего же этого нет есть но и элита политическая возьмите даже вот новый там пушилин он ммн раньше был возглавлял там другой был там казино третий там еще что-то ну сложно от этой элиты ожидать каких-то серьезных изменений какие-то серьезных подвижек но вот так спасибо ваш бессонности борисович